Дебанк, он такой один. Эба, да? Ну ладно. Люди по старше просят вернуть им 2007 год. Люди по младше просят вернуть 2017. Но почему-то никто не просит вернуть им 97 год. Возможно, потому что вы еще не посмотрели это видео. Поп-музыка 90-х это моя отдельная большая любовь. Я просил вернуть. Не только моя. Но замечали вы когда-нибудь, что история о музыкальных 90-х в России отчетливо делится на два периода. В первой половине десятилетия песни звучат вот так. Да, чулы. Это очень. За две меня в ночи приду. А во вторых... Ха-ха, вперед, блядь. Вот так. О, нормально. Все дело в том, что где-то в середине 90-х в нашу музыку проникает один вирус, который переворачивает, так сказать, всю игру. Этот вирус называется рейв. Рейв-культура полностью меняет наше представление о том, как должны звучать радиохиты, как должны выглядеть клипы, как должны одеваться исполнители. И, в принципе, очень многое из того, что принес нам тогда рейв, осталось в русской музыке до сегодняшнего дня. Интервью с Фроси у Хоффман, блядь. Кстати, во, интересно звучит, ребята. Сейчас пойдем смотреть, скорее всего. Сейчас все расскажу. Меня зовут Николай Редькин. Вы на канале Брокенде... Типичный день рейверши. Как... Что надо брать с собой на рейв? Ваши лайки с комментариями особенно нужны, потому что они помогают... Я вам объясню, что брать с собой на рейв. И вообще, это приятно. Предисловие закончено, и мы погнали. Мы погнали. Поехали. Гагарин тут возник не случайно. 14 декабря 1991 года с этой даты начинаем нашу историю. В Москве проходит Гагарин-пати. Первый большой рейв. Павильон космосного ДНХ. Несколько тысяч людей танцуют под электронную музыку. Всем все очень нравится. И это прям событие, потому что впервые так массово советские люди, а до распада СССР остается буквально пару недель, соприкасаются с электронной музыкой. И с технокультурой. Это не означает, что там играла техномузыка в нашем теперешнем понимании. То есть такая бешеная... Это интересно сейчас. Мне просто интересно. Когда появилась техно? Конец 80-х. Тогда впервые советский человек или что там столкнулся с техно? Так она появилась в 90-м году в начале. В принципе, все столкнулись. Все, поехали. По факту. Любую электронную музыку очень часто называли техномузыка. И что еще интересно, тема космоса. В России, да какая разница? Просто он говорит, в 90-м году, в 91-м, рейв появился в конце самом 80-м, начале 90-х. Вот так вот выглядит его фиша. И туда пришел, допустим, самый настоящий космонавт Алексей Леонов. Запомните этот момент. Круто, блин. Пригодится. Это в Америке, да. Был, а не какой-то другой космонавт, скажем. Потому что Кагарин первый. Нас же интересует этот первый. После этого такие вечеринки начинают проходить регулярно. Рейвы становятся чем-то очень модным. В начале 90-х появляются клубы, клабберы, которые туда ходят, диджеи, которые там играют. И про это, допустим, с интересом делают сюжеты телеканал. Они считают, что эта мода пришла к нам вместе с компьютерными компьютерными играми. Они считают, что это нью-йоркских вечеринок трансвеститов. Выходят даже электронные пластинки. Например, сборники «Мозг-убийцы». Первая часть в 93-м, вторая в 94-м. Звучат они примерно вот так. Блё, вот это раньше музыка была, да? Ну, рейвы. Просто приходишь на концерт, стоишь. Например, сборники «Мозг-убийцы». Первая часть в 93-м, вторая в 94-м. Звучат они примерно вот так. Ну, рейвы. Это всё-таки такая андеграундная культура, которая почти никак не пересекается с массовой поп-музыкой. То есть с музыкой, которая играет по телеку и по радио. А звучит она, я вам напомню как. Это такой прям олдскульч. Микс советской эстрады, остатков красного диска и шансона. Новые молодёжные явления в России пока не очень хорошо приживаются. То есть это такие две параллельные вселенные. Клубная танцевальная музыка и поп-музыка. Они пересекаются, но редко. Например, в виде вот этого человека. Его зовут Богдан Титамир. Он в большей степени не известен как рэпер. Но на своих первых альбомах он смотрел ей куда-то в сторону танцевальной музыки. Такой брэк-дансер, блядь. Лиза Лик. Она тоже что-то. Трэп. Её первый альбом так и называется. Рэп. Но в каких-то таких полутанцевальных оранжевых. Танец мой, бездны такой. Буду. Все вообще. Или мистер Малой. Автор той самой. Которую не одобрил бы Роскомнадзор. Буду погибать молодым, да. Но если пробежаться по его альбому, вы там услышите много танцевальных, чисто хаосовых треков. Я когда слушал его альбом, а что он нормальный? А это всё, конечно, капли в море. Это рэп, ребята. Однако из этих капель постепенно собирается целый узор. Вот это группа MF3 и её фронтмен Кристиан Рэй. Имя у него настоящее, потому что у человека чилийские корни. А это вот его клип «Наше поколение», где он смешивает хип-хоп, ренвии и танцевальную музыку. Для 95-го года это жесть как модно. Модный, как мы сейчас говорим, продакшн. А сделала его человек по имени Андрей Грозный. Музыкант и аранжировщик, который очень любит джаз и соло. Но кроме этого, он ещё и очень амбициозен как продюсер. Ему хочется сделать что-то такое, что гремело бы отовсюду. Самый простой вариант — это сделать герлс бэнд. На Западе как раз вовсю гремят Spice Girls с их первым альбомом. И вот они с Кристианом Рэем находят трёх красивых девушек — Ольгу, Варвару и Полину. Блестящие какие-нибудь? В 96-м году выходит их альбом. Группа называется «Блестящие». Ебать, я угадал! Нихуя себе, блядь! В чём же тут трэй? Просто первое, что в голову пришло. А дело в том, что при создании образов группы, Грозный ходит в клубы и вдохновляется тем, что там происходит. В то время в моде был лёгкий транс. Рэй в молодежке. Я вошёл от меня. Здесь рэйв вообще, вот это Жанн Фриске, это, конечно, круто всё, но это вообще... Вся была в рэйв-движении. Разноцветные волосы, короткие, блестящие... А, он про поп-музыку рассказывает, всё-всё-всё, я затупил. Мне показалось, что это будет интересным. Противовес какой-нибудь Апиной и всё это из советской эстрадной. Папсе. Тут надо проговорить ещё вот такую вещь. Что же такое рэйв? Очень многие исследователи видят связь между рэйвами 90-х и психоделия 60-х. То есть яркая одежда, музыка и движение как путешествие внутрь себя и, да, вещество, расширяющее сознание. О, не поддерживай, блядь! Не надо мне вот это... Вы видели, вот он сам интервью брал у этого, блядь, Гребняка. Вон, насмотрелись... Ещё в ранней рэйв-культуре практически нет сексуализации. Девушки, как и парни, носят мешковатую одежду. Штаны, комбинезоны, ботинки на платформе. Возьмите тоже губу Space Girls. Как она одевалась в начале карьеры? Яркая, эффектная, но без подчёркнутой сексуализации. Ну вообще интересно, да, кто пишет скип, тот долбоёб просто, чё я вам могу сказать. Мне интересно на самом деле. Несколько музыкальных периодов. Вы, возможно, запомнили их вот такими, но в 90... Чего? Не надо мне вот это показать. В году всё выглядело и звучало вообще по-другому. Это была очень рейверская музыка. В одежде кислотные образы, в клипах ранее наивная 3D-графика, а в песнях сплош какие-то дальние планеты, небесные тела и космические полёбки. Бля, ну это рейв. Музыкальные авиасейты. А, говно, блядь, наебали мне на деньги, блядь. И, конечно, вот этот мяукающий голос Воли Орловой, которая пела очень отстранённо, легко, нежно, без остранного надрыва, как будто шептала тебе на ушко свои пицы. Тиктокерские на выход, да-да-да. Кодом позже, в 97-м, блестяще появляются на обложке жутко модного журнала «Тюч». Это такая библия русского рэда. Прочее, я не застал, наверное, уж, но знаю, что такое было. Обратите внимание, что девушек уже 4. К ним присоединилась Жанна Фриске, которая скоро станет в группе главным секс-символом, ну, вы знаете. И тогда же, в 97-м, у блестящих вышел альбом «Ремикс», где за песни уже взялись популярные диджей, например... Диджей Иванов и группа «Триплекс», Роман Рябцев, Диджей Дэн, Диджей Скай. Диджей Дэн, блядь! И вещи абсолютно на разных стилях. Диджей Дэн, блядь! И брейкбит, и эмбиент, и так далее. Эмбиент, брейкбит, используются такие технологии, как компрессор, лимитер. И клабхаус. Очень интересные вещи. Выходит музыка из оборудования благодаря таким технологиям, как АУКС. Ты их послушал, а ты, наверное, просто их не слышал, то называть нашими модами было бы просто обидно. Немодными их, правда, назвать очень сложно. Послушайте этот альбом, он вам может напомнить кого-то из современной музыки. Ну, допустим, группа «Кримсода» вам вспомнится не раз и не два. Я не помню, кто это. Кстати говоря, песни из этого выпуска лежат в специально собранных плейлистах и ждут ваших посылок. Ебать, у него рекламы, блядь! В закрепленном комментарии будут все ссылки. Да я уже... Третья реклама, ты, ну, не заебал вообще, честно. И, возможно... Вначале потом вот этих придурков рекламируют. И теперь это пиздец. После этого вам самим захочется написать свой электронный фиг. Бля, мне самому захотелось три рекламы сделать, братуха. Да блядь, ты заебешь, блядь! Блядь! Берин, получайте за них. И вы живете в другом городе. Да я понял. Бестселлер, автор хитов Иван Адорн, Рома Капелло. Вы знали, что... IT-специалисты получают около 800 тысяч рублей в день. А всего лишь пройдя курсы, вы столько будете получать. Я оптимальный вариант. А это вот спикеры курс. Рома бестселлер, автор хитов Иван Адорн, Рома Капелло. Он работал с топ-артистами от Баста Дэнска. Открым Шумно. Он спортичировал Стрелл. Один из хитов последних лет. И группа Лаут. Крутые парни. О, это вообще заебатая группа. И даже далеко не... Я думал, это один человек, если честно, раньше. Ну ладно. Плюс еще, вы получите бонусом второй курс на выбор. Также год английского от... Да блядь! Это все еще реклама, блядь! Просто перейдет от песен про небеса к песням про более земные вещи. То есть променяет романтику недоступного на комфорт чего-то родного и понятного всем. Мы, ну, отчасти мы. Ну понятно. Так, да. О, MTV, да? Так вот, блестящее. Я думаю, это заставка под MTV сделана или что? Российский герлс-бэнд, который соединил эстетику рейва с приемами поп-музыки. А кто же был первым бойс-бэндом, спросите вы? А это название... Вот да, я только спросил. Отлично, знакомо. Это группа Иванушки Интернешн. И история там практически отдельная. Ой, я там хуярил. Вон я сижу, блядь. В середине 90-х, значит, есть продюсер Игорь Матвиенко. До этого он записывал совсем другую музыку. Будет объяснение, как какать, да? А тут вдруг решил попробовать себя в молодежной нише. И реализовать свою давнюю любовь к электронной музыке. По сути своей, я электронщик. Мне и певица электронная сейчас больше нравится, чем Рен-Ви. Энни, Робин, Ля-Ру. Можно вспомнить, что еще до Лю-Бе в конце 80-х... Ебать, Ля-Рук вспомнил. Матвиенко придумал электропоп-группу Класс. Но именно 90-е и рейв-культура дали ему новую творческую энергию. В 95-м году он решает создать группу из трех парней и двух девушек. Моя мама фоткалась с ними, серьезно? Но девушки в итоге отсекают. Ой, с рыжими, с Иванушками Интернешнл, прикольно, блядь. Ой, блядь. Как это часто и бывает. И остаются только парни. Это Игорь Матвиенко, продюсер группы Лю-Бе. Ну вот ему что-то захотелось, чтобы потанцевали не только под, значит, как бы... Под АТАС и под Станцию Таганскую, а и под более... Да, блядь. Ну лучше песни петь, чем интервью ему давать, блядь. В 96-м году у них, прям как у блестящих, выходит первый альбом. И вот если сейчас вы его переслушаете, то удивитесь, сколько там рейва. Ебать, реально, нихуя себе. Я и думаю, Иванушки Интернешнл это что-то такое, блядь. Что-то по радио играть, пока на дачу едешь. Он почти весь такой быстрый, хаосовый, с клубными электронными аранжировками. И интересно, что на альбоме очень много переделок старых песен. Допустим, первый сингл «Вселенная», это называется «Мы возьмем старую песню группы Ронда». Тоже является частью Вселенная. И добавим в нее немножко скорости. Чего? Не надо мне вот такого. Блядь, ну говно, конечно. Может быть, потому что у меня скорость такая, блядь, это ужасно звучит. Еще пару песен Матвиенко взял из репертуара той своей группы «Класс». Что вы знали о безотходном производстве? Ебать, это, представляете, раньше уже перепевали песни старые. Малина, сладкая губа. Да, какая песня ужасная, ужасно. Малина, сладкая губа. Лучше не стало. Но первое время песни не стреляют, и Матвиенко придумывает гениальный ход. Бля, удивительно, почему? Править Иванушку выступать на школьной дискотеке. Это называется «На дворе стояли лихие 90-е». Сниппетов в Винсте еще не было, и мы тестили музыку, как мальчик. И, наверное, есть смысл как бы существовать вместе со своим поколением на одной плоскости, а не выходить в какие-то немыслимые дебри, скажем так. Огромное количество современных разветвлений музыкальных и так далее, и так далее. Бля, какой он запутанный разговорит, бля, чуть не состарился. Просто как он, просто одно предложение, вы слышали, да, развил просто. Эти записи сохранились для истории. Блядька, ужас. Так всегда и три раньше, давай. Иванушку в школах — это вот прям точно схваченный дух времени. Они, можно сказать, принесли рейв на детский утренник. Ха-ха-ха, это мои концерты, блядь. Е-бать, а ту силу, блядь. Что, может ли случаться прорыв с песней тучи? Одна из самых волшебных вещей 90-х. Э-э-э-э! Есть пикатологические ходы, отличный продакшен. Стой! Да не говори так быстро. На трип-хоп. А как я ускорил? Я то, что... Ну, а как я это сделал, блядь? Главное, к ней снят очень эстетический клип, где есть космические корабли и дальние планеты. Бля, как я это сделал. Ну, рейв, космос, вы же помните, да. И в том же 96-м году Иванушки появляются, где бы вы думали, на обложке птюча. На пробел пауза, блядь. Прилагается к... Нихуя, если зажимаешь пробел, блядь. И ускоренный? Сделал Алексей Борисов, автор множества проектов. В 80-х он делал индустриал в составе группы Нечной проспект, а в 90-х записал техно. Послушайте, как звучит, по-моему, стиль. Блядь, драмка крутая, а, конечно, остальное говно, но драмка вообще мясо. Да, драмка вообще жир, пиздец. На седьмом у них выходит, ну, то, что вы сами догадаетесь, альбом-ремикс, где песни превращаются в какие-то клубные версии себя. Дальше у Ивановича будет интересный поворот. У них выйдет практически трип-хоп от второго альбом, а в 90-х... О, я правильно сказал, да, трип-хоп, трип-хоп. По-моему, из группы уйдет самый яркий творческий участник Игорь Сорин, а потом из жизни тоже. Мне кажется, трип-хоп снова должен вернуться, по идее. Но это другая история, ее лучше как-нибудь рассказать отдельно. Просто факт, после этого Иванушки станут совсем другой группой. Так, да. Бля, почему заставка такая громкая? Вообще, 96-й год был интересным в плане взаимодействия... В плане рождения меня. ...рэйва и поп-музыки. Рейв и его герои понемногу начинают проникать из клубов на телек и на радио. Один из хитов этого года «Счастье есть» диджей-грува, пионера клубного диджейнга. Он засемплировал речь Михаила Горобачева... Я думал, как бы на пиратской станции выступал еще раз, еб, чувак. ...и положил ее на такой мягкий дрим-хаус. Играла по всем каналам. Дрим-хаус? Играла и выпускает альбом «Больше, чем любовь», где есть самые разные... ...аактронные треки от трип-хопа до хэппи-хардкора. Чего, блядь? Блин, нихуясь, и странно, блядь, это очень странно, блядь. А песня «Одинокая луна» с того альбома до сих пор свежо и классно звучит. Да, вот это заебись. Да, 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 вот это нормальный трек. По-русски размер, который записал целый альбом с шансонье профессором Лебединским, где они перепевали популярные хиты тоже в такой хэппи-хардкоровой манере. Звучит очень дико, но что-то в этом есть. Блядь. Это очень странно, блядь. Мне, конечно, заебись, что 90-е — это время экспериментов, но давайте признаю, что не всегда они были охуенные. Эти эксперименты... Но 97-й год был даже интереснее. И тут ярко сияет еще один наш герой. Это человек из Новосибирска. Его зовут Павел Есенин. Он растет в музыкальной семье, его отец — джазовый музыкант. Ничего удивительного, в Новосибирске была сильная джазовая школа. Горка считается третьей джазовой столицей России. С начала 90-х он увлекается хаус-музыкой и начинает сочинять первые композиции. 17-е от конца по списку... Очень мягонько. То есть, с одной стороны, это танцевальные аранжировки, с другой стороны, Есенина нет-нет, да и унесет куда-то в нью-вейв. Слышно, что он любит и джаз, и сол, и софистипоп из 80-х. Бля, там кошек кто-то мучает, блядь. Софистипоп из 80-х. Ха-ха-ха, сову мучают, блядь. Бля, какому-то музыкам порнухи в начале игры. О! Уу! Но первой песне, конечно, ужас был. Есенин... Доктор Секс у него назывался, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Доктор секс, блядь, надо бы так же альбом назвать. Ух, и софистипоп из 80-х. Доктор секс! Внимание на сцене! Доктор секс! Бля, хуеду! Там выпускает танцевальный трек своего проекта Orbitra, который разбирается по местным сборникам. Оказывается, у Есенина не только талант аранжировщика, но еще и интересный тембр и мелодическое чутье. Послушаешь это пам-пам, пам-парарам и потом не можешь его выкинуть из головы весь день. Но второй сингл имеет такого же успеха, плюс у Есенина случается конфликт с его бизнес-компаньоном и он возвращается обратно в Новосибирск. Больше он петь не будет. То есть будет, но... Короче, чуть попозже все узнаете. В Новосибирске он пишет на заказ и помимо всего прочего делает для студии «Союз» два альбома новосибирскому певцу Александру Медведеву. У него такой странный никнейм, который звучит немножечко по-французски «Шура». И где-то там еще поблизости ходит новосибирский танцор Митя, но про него мы попозже поговорим. И вот с этим двух альбомов начинается история Есенина как поп-композитора, которого мы знаем и любим. Первый альбом Шуры сам он не очень кодирует. А я знаком лично с его продюсером, которым он всю музыку писал, но в Таиланде тусили. Не говорит. Писался он странно. Какие-то треки Есенин доставал из архивов начала девяностых, а какие-то сочинял на ходу. А тексты к песням Шура писал, как сегодняшние фрешмены пишут свои хиты. Чуваку вообще лет 45 что-то такое, он до сих пор вообще весь... Треш-а-а, ну я не буду что говорить. Ну ничего запрещенного я вам отвече не делал, но просто прям хулиганен такой, хулиган. За 15 минут Шурик прилидал на запись с традиционным двухчасовым опозданием. И на вопрос где текст он весело заявлял, что сейчас напишет. И действительно писал. На написание стиха уходило примерно минут 15, после чего следовало его немедленное исполнение. И в этом смысле второй альбом Шуры конечно... А это он его продюсер? Это он Павел Есенин как раз-таки? Нихуя себе, блядь. Нет, там будут и джанглы. То есть я с Павлом Есениным знаком, получается, если так думать или что, блядь. Витмы и вообще звук помоднее. Ну у него заебатая вообще музыка была. Но и на первом есть такие моменты, которые чуть-чуть подкрутить до современных стандартов. И даже сейчас... И название бы «Доктор Секс» хотя бы. Жестко раскачать вечеринку. Я, если что, буквально. Давайте вспомним вечеринку «Ствол» двухлетней давности, где Шура как раз исполняет свой трек 97-го года. Ебать! Это реально так вы... Да это современное чё-то, он пиздит, блядь. А, всё, да, это современное. Я думаю, чё за боли рум, блядь, 90-х, нахуй. И во-вторых, там есть... Круто, но вот это разносит. Лай-ля-лай-лай-лай-лай-лай, блядь. Неожиданные треки. Это ты самый, наверное, интересный. Два года назад всё, да, я затупил. Вообще, это самый интересный момент. Показал, сразу вывод сделал. Мягкий джази-хаус. Мы же помним Любовь Есенина к джазу, да? Кого-то в лифте едешь, классно. Или чисто синтвейв. Как вам такое? Бля, реально круто. И постепенно Шура становится большой звездой. Напомню, что у него ещё такой очень эпатажный модельный образ, а концерты, ну, чисто нью-йоркские вок-балы. Но с Есениным больше он альбомов не записывал. А, ну всё, я не о том, значит, говорил. Я вообще... ...что 97-й год в России, это когда танцевальная музыка и поп-музыка окончательно слились. Наверное, самый яркий тому пример вот этот альбом ремиксов Иосифа Кобзона, который называется... На минуточку, я техно отдал всё сполна. Ремикс... Да, бля... ...зелали российские электронные продюсеры, в том числе уже известный нам диджей-грув. И появляются какие-то совсем безумные проекты, вроде мистера Кредо, музыканта из Екатеринбурга, который надел кофе... Ну это гений вообще реально. ...и стал с кавказским акцентом петь песни про клубы, про наркотики, про мафию... Чего не поддерживаю? ...техно-долбёжку. Не надо мне долбёжку, блядинтая амазонка. Она записывается совершенно мозговым... Доктор секс. ...чей хэппи-хардкор в духе немецкого проекта Блюмхена и поёт смешными запитченными голосами. До тиктока оставалось... Да покажи хотя бы. ...с пять лет они уже придумали спэдохрю. Он бы показал хотя бы, ну что за хуйня, блядинь. Техно-долбёжку, блядинь. Если вы хотите подробнее узнать про все эти проекты, я вас отсылаю на канал истории русской попсы коллегу Кармунину, где он про них рассказывает... ...блядь, да ещё сколько реклам. ...выполение, которое случается в 97-м, вот эти двое людей. Радио-диджей Самар, Сергей и Алексей. Они занимаются чем-то таким же, что и диджей-грув. То есть кладут на танцевальные биты всякие смешные нарезки. И выпускают это под таким же смешанным названием «Руки вверх». Главный хит это песня, где под буструю музыку говорит какие-то милые... Я, кстати, первых песен не слышал. ...маленький мальчик. Вот серьёзно, как бы к Жукову не относились, да, что там... Ну много я слышал мнения, что он там... Ну это обычный там, что-то певец ртом там. Ну, блядь, музыка у него реально очень крутая, пиздец. Вот ты слышишь старые его записи и думаешь, пиздец, как они вообще вот до такого уровня дотянули, ну, там, синты, барабаны. Очень по-современному у чувака голова работает, реально прям шарит пиздец. Выяснилось, что они ещё... Пиздец, как шарит и шарил, и шарит до сих пор. Обычные песни писали. Да, что у Сергея Жуков в американские группы постоянно продавал мелодии. То есть он настолько, настолько гениально вообще музыку писал, ну, именно вот это танцевальное, что у него покупали все мелодии. Есть же, если не ошибаюсь, которые... Вроде она, да, эту мелодию тоже у Жукова купили, если не ошибаюсь. Там много таких моментов было. Тут-то всё и понеслось. История любви в таком небольшом прогрессив хаус-варианте. Прогрессив хаус. Она что сделала группа «Руки вверх». Она взяла вот эту вот рейвовую форму. Про него фильм сняли, реально я посмотрел. Тащила из неё космос, полёты, всю клубно-тусовочную часть и заменила её дворовой романтикой. То есть нормальными песнями про пацанов, девчонок, студентов и так далее. Их первый альбом в 90-м году играет из всех тачек. А их второй альбом будет даже ещё успешнее. Там будет хит «Крошка моя» и песня «Песенка», которая взорвёт чуть позже. И очень скоро группу начнут копировать вообще все, кому ей. И где-то в это же время в Новосибирске Павел Есенин тоже задумывается сделать свою... Да слушай, ты заебал нас своим Павлом Есениным, блядь. Но сам он после того опыта в Германии петь не хочет и вообще выходить на сцену отказывается. Не выйду, не нравится, к творчеству не имеет отношения. Не люблю внимания к себе большого количества людей в одном месте в один момент времени. Поэтому придумывается интересное решение. Он и его друг Эрик Чентурия создают группу «Содж», среди которых уже известный нам Митти. Чентурия пишет тексты, а Есенин делает музыку и эранжировки. И поёт фонограмму, под которую потом открывает род Митти. Группа называется «Хай-фай». И помните, я говорю... О, я с ними знаком лично тоже. Виенко было безотходное производство. Так вот, по сравнению с Есениным, это всё детский лепет. Потому что он взял и отдал на первый альбом группы «Хай-фай» очень много своих старых треков. Виенко, я с ним бухал, я серьёзно говорю. Ну, там есть песни на английском. Инструментальные композиции. И, допустим, тот самый хит группы «Орбита», который мы уже слышали. Ну да, есть такой момент. В том же самом неизменённом виде. Потому что, ну, зачем добру пропадать? И, значит, альбом... Блин, такой звук интересный, я не могу, блядь. Прорывным, и у группы «Хай-фай» начинается долгая карьера, которая, в принципе, ещё не закончилась. Есениной Чентурия... Доктор с доктором секса, да. Много хитов. Потом микрофон он будет выступать сольно и уже со своим настоящим голосом. Но вот этих рейверских деталей будет становиться в их музыке всё меньше. А Есенин к концу нулевых почти целиком уйдёт в написание музыки для кино. Бля, я вот лицо видел. Вот сейчас показали, вот я его точно знаю. И, конечно же, человек, без которого разговор о проникновении рейва в поп-музыку будет не полный. Это петербуржец Юрий Усачёв. В середине 90-х он увлекается хип-хопом и немножко помогает с продакшеном такой диско-рэп-группе А2. В ней танцует и поёт бэк-вокал девушка по имени Ева Польна. Ну это ужас, конечно. Он в 96-м году вместе с Антоном Дмитриенко придумывает группу «Чугунный скороход». Они записывают эклектичную музыку от хардкора до джангла, но с такой некоторой долей провокации. Допустим, один из их ранних синглов назывался «Шамиль Басаев». Ну и вторая... Блядь... Если на этом альбоме... А, я слышал эту песню, блядь! Классно называется. А параллельно сэр... Блядь, психи ебучи. Ну, наверное, не поддерживаю, блядь. Ну как, наверное, не поддерживаю. Усачёв делает ещё больше... Ебой, что за бред, блядь! Немножко, говорит, провокация. Небольшая щепотка провокации, блядь, ага. ...экспериментальный проект, для которого привлекают своего... Психи ебаный, блядь! ...музыканта Евгения Арсентьева. И уже известную нам Еву тоже берут в состав. Проект называется «Гости из будущего». А помогает им знакомая Юрия. У неё есть свой лейбл «Звезда Рекордс». Она мне сказала, что готова издать альбом нашей группы, и жанр может быть абсолютно любой. Нас с Арсентьевым это настолько вдохновило, что мы сели и за ночь записали полноценную лайф-импровизацию. Нихуя, блядь! Такой у нас получилась длинная пятичасовая сессия, которую я потом порезал на куски, и вот из них вышли уже более внятные фрагменты. И первый альбом группы «Гости из будущего через сотни лет» — это вообще не то, как вы себе представляете эту группу. Ну показывай уже! Это концептуальный альбом про космос, про время, про вселенную. Что за брэд-то, да-да-да-да. Там звучит трип-хоп, эмби, даунтемпо. То есть музыка спокойная и медитативная. Наверное, самый ближайший здесь аналог — это британский проект Future Sound of London. Ева ещё даже не поёт песнь. Её голос просто используется в них как инструмент. Альбом вызывает большого резонанса, но группа уже готовит второй, гораздо более танцевальный время висок. Он выходит при поддержке диджей Грува, и в нём Усачёв реализует свою старую любовь. Диджей Грув представляет, блядь! Крутые обложки были, да? О, нихуя! Но тут какая-то очень интеллигентная его версия. Джазовая, спокойная, в духе того, что делал Элджей Грув, или Элджей База Гёрлл на своих поздних альбомах. Реально была песня на «Рингтон Самсонга» какой-то. О, я это слышал, да, этот заебатый. Пишет много хорошего. Ещё недавно чувак у них украл из ТикТока популярный. У него клип, напомните, ребят, клип он снял. В общем, песня у него вирусилась в ТикТоке, вот такой же там, драмка такая же. И у него весь клип снят от лица монитора. Ну, то есть, как будто он закомпомсит, от лица вебки получается. Где он тусуется, напомните, как называется, я вам покажу. Пресса, ну, где к нему друзья с пивком приходят, потом ещё что-то там сидит. Лиза Губ, эш, эш, да-да-да, вот он, блядь, не случайно. Да вот, напомните, блядь. Продолжал делать. Не, не диджей Дэн, ребят, не доктор секс, вот кто-то, блядь. Каз аранжировки для покумска. Он вот только-только стрельнул, чел. А Ева продолжал. Хэн запишет. В какой-то момент мы с ним пришли, там, не сможет. Вы реально не знаете, блядь. До большого количества людей нашей творчества. Ну, это я шкире, ребята. Мы не адаптируемся под массовую культуру. Да не русский он, не-не-не. Только сделаем это аккуратно и не просто. И дальше вы знаете. Гости из будущего переформатировались в поп-группу. Стали работать с продюсером Евгением Орловым, который до этого занимался отпетыми мошенниками. И написали прорывной хит «Беги от меня». Ваш хит «Беги от меня» вызвал море критики. Но, судя по всему, вы решили серьёзно заняться откровенной попсой. Наши конкуренты как раз говорили только что об этом. Нет такого понятия попсам. Мы просто делаем что-то для кого-то. Мы что-то чувствуем и пытаемся это сделать так, чтобы это донести до всех людей, которые здесь, чтобы они понимали слова и хотели танцевать под это. А их первый поп-альбом, то есть альбом с песнями, получился очень стильным и очень разным. От хаоса и доунтемпа до каких-то д***ких вещей. Какой темп еще раз? И всю первую половину карьеры, а группа просуществует долго, до 2009 года, гости будут звучать очень фирмен. И даже когда их возьмут на радио и на телек, они там будут гнуть свою линию. Вот просто пример. Они появляются на телепередаче в песнях года и играют там в какой-то тяжелый клубный практически техноэдит на свой хит. Нелюбовь. Неси любовь, пощади ты пацанов. Ебать. Нет, не он. Бля, я-то мне подсказали. Бля, крутая песня. Вы наверняка заметили, что этот выпуск не про артистов, а про продюсеров, определивших звук той эпохи. То есть про людей, которые очень долгое время находились за кадром. Да. И вот последняя история в нем. Про что же в итоге? О, группа демо. Вот это посмотрим, это интересно. Ее герой Дмитрий Пасалал. Дети я ускорю. Он присутствовал в нашем рассказе все это время, но в качестве невидимого героя. Помните сборники мозга убийц? Вот там была его группа Arrival, который в начале 90-х играл такой депешмоз. С этим еще с доктор секс-то. Диджей Дэнси наши доктор секс. А потом стала героями рейв-движения. Или вот Ликион. Бля, крутая песня. Стала героями рейв-движения. Или вот Ликион написал его лучшие рейверские вещи, и песню «Одинокая луна» тоже он. И вот в конце 90-х Поставалов со своим другом-продюсером Вадимом Поляковым задумывают создать поп-группу. Объявляют кастинг, туда приходит 17-летняя студентка Саша Зверев. Сколько, блядь? Да уроки надо еще делать. Какая группа? Иди отсюда, блин. Так ожидается группа. Дэна. Кстати, как вы думаете, какую песню спела Саша Зверева на прослушивании? Я спела им Еву Польну. Вот этот вот трек ее тогда гремел везде. Я люблю тебя. Я больше не люблю тебя. И, наверное, история группы Дэна. Какая-то противоречивая песня. Финальная точка русского рейв-попа. Нормальный юмор пошел. Ребят, тебе подписаться на телеграм-канал. Бибиност. Вы уже наверняка устали слушать, что это была музыка небес, сфер, космоса. Но ведь самая известная песня группы Дэма, Бибиност, бля, кстати. Да, да, возможно. Вот, по-моему, сейчас вы сказали правду. Или вы к чему это написали? Да нет, это не он. Да, да, я понял. Я все понял, о ком вы говорите. Да, 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 я тоже за ним слежу, но это не он. Это не он. Он уже популярен, уже там несколько лет точно. Как раз про танцы в космосе, про какой-то большой вселенский рейв. Интересно, что изначально Зверева не хотела петь «Солнышко». Песня оказалась ей слишком попсовой. Я такая крутая рейверш, хожу в клуб «Титаник и луч», слушаю джанк, а тут как-то... «Титаник и луч» ходишь? Сятина Галима. Так и сказала, мне это петь стыдно. Но не надо стыдиться. Первый альбом группы Дэма девяностотого года совершенно прекрасен и удивительный. В этой музыке как будто не было ничего земного. Она вся была такая невинная и непорочная. И музыкально она была тоже сделана в духе такого легкого поп-транса и дримхауса, что ей очень шло. Давайте сделаем, как с гостями из будущего. Просто посмотрим выступления группы Дэма на песне года девяносто девяносто девяносто. Давай. Мне очень нравится контраст между конференцами ведущих, съемкой людей в зале и тем, что будет происходить на сцене. В традициях нашего фестиваля давай дорогу молодым. Особенно, если их песни стали популярными. Я помню, какие чувства были, когда в детстве смотрел это по телевизору. Вот полное ощущение, что сейчас передо мной открылась какая-то новая дверь, и я через нее улечу в новые неизведанные миры. Музыка. Саву на глобус не натягивает. Пустовалов, стихи Дмитрия Пустовалова. 2000. На сцене группа... Ну так припиздел для красного словца, как говорится. Семать. Дальше все будет, как и во многих других наших историях. Пустовалов спродюсирует первые два альбома группы Демо, на третьем его музыки станет уже поменьше, а потом он и вовсе уйдет. Саша Зверева тоже уйдет. В 2012 году. На ее место возьмут новую солистку. Сейчас Саша, кстати, популярный инстаграм-блогерша и мать четырех детей. Надо сказать, что в конце 90-х вообще был бум проекта... Я от инстасамки пизда за то, что детей снимаю. По принципу, человек из клубной рейверской тусовки находит поющую девушку. И тут особенно отличился город Ростов. Вы точно вспомните два имени оттуда. Первая, это певица-малолетка, который писал музыку Андрея Баскаков из танцевального проекта Free in a House. Бля, а что-то все малолетние, блядь, в этом шоу-бизнесе в 90-х. Вот этот момент интересный, блядь. Бобрики там одни, походу, ребят. Потом ей займется Сергей Жуков, она переименуется в Акулу и начнется совсем другая история. О, это нормально. А второе имя, это певица Света. Ей ставила звук ростовская группа ППК, которая пара лет позже прогремит на весь мир своим трансовым хитом Воскрешения. Соответственно, и звук у ранней Света был с сильным уклоном в транс. Такой очень атмосферный. Я раньше Свету постоянно слушал, реально, мне очень нравилось, когда пиздюком был, прям пиздец. Но это типа такой шоу-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Классно, вот это, блядь, заебатая музыка, реально, блядь. Промперед Штили. Уже начало нулевых, рейф как-то подзатихнет. Наступит эра более... Да блядь, блядь, да блядь! Плёные фабрики звёзд, потом эра гламура, клубная музыка. Ну, хуйня, короче, да. Немножко поменяются. Это не значит, что рейф вообще исчезнет. Он тоже поменяется и будет существовать отдельно от поп-музыки. Но, как мы знаем, спустя время всё возвращается. И вот в конце десятых и начале двадцатых молодые люди заново открывают для себя эту романтику небес, облаков и космических рейвов. Ну вот, да, ну лаут-то ладно, остальные, конечно, представители рейва точно. Представители группы рейв, блядь. Да, это наша рейв музыка. Согласен полностью. Да-да-да, это вот тот самый рейв, ребят, на который мы все ходим. Это правда. Да-да-да, это вот те самые, ребят, вот те самые, тот самый рейв, который сейчас очень популярен. То есть, да-да-да. Может быть, прошёл какой-то нужный ностальгический цикл. А может быть, как и в девяностых, мы просто устали от того, что видим вокруг и хочется от всего этого куда-нибудь смотаться. В космос или на другую планету. Понятно, короче. Ну ладно, ну в конце припиздил жёстко, блядь. Кто это слушает в конце, блядь? Ладно. Ну хороший ролик, добрый. Про бобриков, блядь. Еб... Субтитры сделал DimaTorzok